Очень много сорвают сумки, снимают серьги. Человека могут бить, и они будут халатно стоять, смотреть на все это, но никто не заступится. Никто. Вот я вам сейчас расскажу один случай. Это было в метро. У меня в самой в два раза сорвали серьги. Но они подумали, что это золото, но это было не золото. Это были просто бижутерия, желтая, похожая на золото, но это было не золото. Дешевая, 2 евро 60 шинтезами стоила. Но дело в том, что они мне повредили ухо, это раз, и столько много стояло сзади, подошел автобус, стояли итальянцы, и ни один, никто не пошел в заступление. Они все стояли холоднокровно, смотрели, как возле страньера, как бы, можно сказать, издеваются. И мне разорвали ухо. Мне болело очень долго ухо. Потом я не могла одеть сережки. И в данный момент я сейчас боюсь одевать желтое, даже не то, что золото. Я боюсь одевать желтое что-то. И вот я себе купила по евро простые и ношу. В воскресенье буквально я спускалась в метро, и наша женщина тоже как бы спускалась. И наполитанец падает прямо сверху на нее, она кричит диким голосом, сзади все обходят ее. Вот. А у нее были золотые сережки. И он сорвает у нее, но она за одну держится, а вторую он руку оторвал у нее. Вот. Ну, одну сорвал, а одну она не дала. Но она так кричала, что помогите, помогите. Но никто, все обходили, и никто не сдвинулся даже с места. И только одна наша украинка подбежала, его сумкой сзади ударила. И потом он убежал. Ну, это так получилось, что он убежал. А могло бы случиться совсем по-другому. Кто его знает, что он мог бы и ножом порануть. Мог бы и ударить сильно. Вот. У меня тоже срывали сумки. Сколько? Два раза или три раза срывали сумки. И уходили, и телефон ушел, и деньги ушли, и сумка ушла, и ключи от квартиры. Я работала день на ночь. И переходила дорогу. Останавливается мотоцикл. И мне показывает, что проходи, мол, быстренько. Я быстренько, быстренько так сравнялась с ним, что получилось. И он делает газы, включает на мотоцикл и хватает на меня за сумку. Но я двумя руками держалась за эту сумку. И он меня тащил где-то, я не знаю сколько, может, метра 4-5. Когда он меня бросил от одной остановки до другой остановки. Когда он уже видит, что ничего не получается, и он мне сумку попустил. Я когда встала, до меня никто, ни один из итальянцев не подошел. Никто не подошел, даже не поднял меня. Вот, я когда встала, я смотрю, на мне кровь лилася. Я была в джинсах, и курточка на мне джинсовой была. На мне дырки были встали. Вот недавно был дождь у нас в Неаполе. И был очень сильный дождь. В воскресенье это было дело. Я уже и шла на работу. И стояли, ну, я не скажу, что это были малолетки. Ну, стояли молодые ребята, может, лет по 16-17. Я переходила улицу, и она мне подставляет ножку. И я падаю, я очень сильно ударилась. Я забила себе колено. Я потом не могла ходить. Я хромала на ногу. Я ходила в больницу. Мне делали снимок. Я купляла в аптеку, ходила, покупала мази. Но мне ничего не помогло. Покуда, я не знаю, потом оно постепенно попустило, попустило. Я сама себе массажировала. И вот тоже рядом бар был. Из бара вышли. Ну, один только, правда, мужчина подошел до меня, поднял меня, помог мне подняться. Потому что я не могла даже встать. Я так сильно ударилась об асфальт. А они стоят все, улыбаются. Как вроде ничего не бывало. Поэтому у них халатность очень большая. Они халатнокровные люди. Ну, а так, что на работе, вот если человек работает, да, есть многие, которые наших людей очень обманывают. Есть, что человек может проработать и не получить даже свою зарплату. Либо выгоняют, либо тот человек видит, что ничего не получается. Хорошего он уходит. И уходит же обратно без денег. Не платят. Они должны платить 13-ю. Должны платить отпускные. Должны платить расчетные в конце года. В Неаполе здесь ничего не платится. Это очень редко кто платит. А большинству никто не платит. На севере этого нет. То на севере больше как-то к закону относятся. Они нормально. Или они могут бояться больше закона, как и наполитанцы. А эти ничего не боятся. Они и так. Ну, у них на первом плане это кушать, секс и отдыхать. Вот это в них что есть на первом плане. Они, конечно, живут. А мы отживаем здесь. И очень большие трудности у наших людей есть. И не только у меня. Большинство. Люди, которые приезжают. И мне жалко тех людей, которые приезжают сюда. Вот в первый раз оставляют свои семьи. Оставляют своих детей. И потом и семья распадается. Ну и все из-за чего? Из-за того, что у нас не хватка денег. Это первое. Ну, у каждого человека что-то есть свое. Какие-то планы. Кто-то хочет купить квартиру. Кто-то хочет купить машину. Кто-то хочет купить новую мебель. У нас на Украине. Этого мы не можем купить. Конечно, если работать в Италии. Да. Мы работаем. Кто стабильно работает, тот имеет деньги. Хотя бы то, что он платит за квартиру. Он покупает себе проездной билет или там билеты. Покупает кушать. Ну, это то, что двигается в будни, в каждый день. А так, чтобы жить здесь, лично для меня, это все чужое. Моего здесь ничего нет. И я никогда в жизни здесь не останусь. Никогда. Ну, а тем более, что у них дебилизм, это стопроцентный дебилизм. И меня это поражает. Вот самое простое. Идет на улице дождь. Одежда будет висеть, но она ее никогда не снимет сама. Она ждет Баданте, что Баданте придет и снимет эту одежду. И потом она приходит, снимает эту одежду, залаживает обратно же. В машинку, как говорится, лаватвичи по-итальянски. И начинает обратно же эту стирку. Разве это не дебилизм? Ой. Это же дебилизм. Самый настоящий. Это простой. Когда можно пойти самой снять это белье, сложить. И повторно же его не стирать. Потому что дождь прошел. Дождь идет грязный. Висит чистая белая постель. Она встает грязной. Она будет все равно телепаться. Покуда не придет человек, который работает и снимет это все. И потом она снимает и ложит обратно в лаватвичи и по-новому это все стирает. Что стоит мусор. Они никогда его не вынесут. Они ждут человека, который придет до них на работу и вынесет этот мусор. Он будет стоять в субботу этот мусор. Он будет стоять в воскресенье. Вонь на всю хату или где-то на балконе. Что потекло оттуда во все. Но она его не вынесет. Разве это не дебелизм? Это настоящий дебелизм. Когда его можно вынести, выбросить, не будет вонять. Вот ихняя молодежь, она беспардонная. Они едут, могут ехать в метро, в автобусах. Они кричат, пищат, свистят. Они никогда в жизни не вступят в место пожилому человеку. Он будет стоять с палочкой, согнется, но никогда не вступит. Он еще может его толкнуть. Вот лично на моих глазах я ехала в метро. Я видела это все. Зашла женщина, наполитанка, пожилая. Ну, может, лет 70. Они до такой степени кричали, свистели. Она просит, что, говорит, тише, ну не кричите, вы же не одни здесь едете. И что вы думали? Останавливается в метро, открываются двери, и она ее выталкивает с этого метро. И она падает. Никто не подошел, ее не поднял. Двери закрылись, метро уехало. Она осталась на этой остановке, что, может быть, она ей не нужна. Но они ее вытолкали. У них нету совести в молодежи. На них называют скостумати. Это по-русски невоспитанность. А по-итальянски скостумати. Они невоспитанные. Они хорошие. Они хорошие. Они хорошие. Они хорошие. Они хорошие. Они хорошие.